Ивановские чиновники проинспектировали ход ремонта дворовых территорий по улице Маяковского. Сейчас рабочие асфальтируют подходы к подъездам дому. Работают без приборов, измеряющих уровень, кладут асфальт на глазок. Но жители все-таки рады. Хоть какое-то время луж будет меньше. На данный момент, на данный момент, вот вы сами видите наш двор в ужасном состоянии. Но мы надеемся, что согласно программы нам двор приведут в должное состояние. Вот половину двора у нас уже соответствует всем стандартам. Надеемся, что в этом году закончат и вторую половину двора, чтобы жителям было удобно. Этот двор около дома номер 3 по улице Богдана Хмельницкого в текущую программу ремонта придомовых территорий не вошел. Но чиновники пообещали, что постараются выделить средства и отремонтировать его тоже. Жители своими силами облагораживают территорию, а заодно импровизированными клумбами отгораживают тротуар от глубоких луж и грязи на проезжей части дороги. Говорят, ремонт здесь делали 4 года назад, но от него уже и следа нет. Каждую осень двор заполняется водой. Ливневые стоки в ходе прежнего ремонта предусмотрены не были. Ливневая канализация, которая служит для отвода дождевых вод с дворовых территорий, 99% дворов у нас отсутствует. Мы с этим столкнулись, когда стали заниматься асфальтировкой дворов. Они где-то и существуют, но они в абсолютно запущенном состоянии. Забиты, заилены, можно считать, что их нет. Поэтому проще, наверное, даже построить новые. Ну, где-то прочистить, где есть такая возможность. Но проблема эта существует, она очень болезненна именно для города Ивана. В этом году чиновники запланировали отремонтировать 237 дворов. На это было выделено 100 миллионов рублей. На пяти объектах работы еще ведутся. В сроках окончания 15 октября. Сейчас, с учетом того, что есть определенная экономия бюджетных средств на реализации этого проекта, мы дополнительно приняли решение благоустроить этот двор, который сегодня здесь посмотрели. Потому что жители, конечно, достойны всяческого уважения. Посмотреть здесь огромное количество цветников. И я думаю, что в дальнейшем, вы знаете, что программа будет продолжена и в следующем году. В первую очередь мы будем как раз благоустроить те дворовые территории, где жители проявляют свою заинтересованность, благоустройство территории, которые любят свой двор. Чиновники уверяют, что работа в этом направлении будет продолжена. На будущий год в бюджете города на асфальтирование придомовых территорий планируют предусмотреть 110 миллионов рублей. А на 2014 год еще 120. Хочется верить, что в планах также предусмотрено строительство ливневых стоков и более жесткий контроль за исполнением работ.